Привет, друзья! Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрите программу Ньюз Тайм на канале Бридж Ти Ви. Самые свежие новости о мировой музыке. Какие события оказались самыми интересными, мы расскажем в нашей программе. Майклу Джексона в 55. Редкие моменты из биографии поп-легенда. Самые преданные фэны One Direction увидели первыми в фильмогруппе. Джей Зи спел вместе с Куртом Кобейном и что для этого понадобилось. А также интригующие детали от Бридни Спирс и многое другое. Одним из главных праздников стал день рождения короля поп-музыки Майкла Джексона. Как и следовало ожидать, столь значимое событие отмечали всем миром. Легендарному певцу в этом году исполнилось бы 55. Дату отмечали по всему миру. Как традиционными флешмобами с танцами, так и на официальном сайте. Человек из любой точки мира мог запостить свое фото или видео с хэштегом MJWeAreTheOne. Тем временем музыка поп-короля не только остается в сердцах миллионов, но и обрастает интересными подробностями. Например, продюсер Тимбелэнд недавно заявил, что принял предложение написать музыку для неизданных песен Джексона, которые были записаны в 2009. Ну а Леди Гага и Джастин Бибер и вовсе заявляли о своем желании купить бывшее поместье Джексона Неверленд общей площадью более 10 квадратных километров, где Джексон провел немало счастливых моментов. Но недавно состоялось еще более громкое заявление о возможности издания совместных песен Джексона и не менее легендарного Фредди Меркьюри. Все они были записаны более 30 лет назад. Фредди Меркьюри однажды с досадой признался, что мог бы проявить и большую активность при записи дуэта с Джексоном. Если бы я закончил одну из песен с Джексоном, она могла бы попасть на легендарный альбом Триллер. Но я упустил момент. 5 сентября, день рождения самого Фредди Меркьюри. В следующем выпуске Ньюстайм смотрите репортаж о легендарном вокалисте Куин. Ну а одним из первых шагов к легендарности Джексона стало видео под названием Триллер. Абсолютно революционное как по продолжительности, так и по содержанию. Однако еще до выхода клипа из-за слишком провокационного задержания Джексон столкнулся с такими проблемами, что в стрезах просил своего адвоката уничтожить пленку с оснятым материалом. Так мир едва не лишился культурного достояния. Клипы Майкла Джексона отдельная глава в истории музыки. Певец никогда не скупился на самые зрелищные и дорогостоящие по тем временам эпизоды. Мировое сумасшествие не обошло стороной и Россию. На концертах в 90-х полный аншлаг при невероятно дорогих билетах. Поддержку Джексону оказывали мэр города и служба охраны самого президента. При этом Майкл всегда уделял внимание детским приютам, и Москва не стала исключением. Музыкант настоял на посещении одного из детских домов, насчет которого позже перевел деньги и лично пообщался с российскими детьми. Еще один эпизод благотворительности Джексона – знаменитая песня «We are the world», спетая вместе со многими звездами. Работа впоследствии принесла певцу Грэмми, а также помогла собрать более 60 миллионов долларов на помощь бедствующим жителям Африки. Перед вами редкие кадры из репетиции песни. Более 20 лет спустя выходит новая версия песни, и снова собираются мировые звезды. Но Майкл Джексон, к сожалению, не успел дожить до этого момента. Голосу Майкла подпевала его сестра Джанет, и сам певец непременно одобрил бы эту идею. Безусловно, в одном репортаже невозможно осветить всю карьеру такой величины, как Майкл Джексон. Поэтому мы еще не раз будем возвращаться к творчеству короля поп-музыки. Спасибо за песни, Майкл! Тем временем Бритни Спирс, успевшая поработать в том числе и с Майклом Джексоном, готовит для нас что-то интересное. На своем официальном сайте певица запустила обратный отсчет. Правда, до чего именно, Бритни не уточнила. Дабы в конец заинтриговать фенов, поп-принцесса решила для начала полностью закрыть свой сайт, повесив на нем лишь обратный отсчет, и процитировав строчку «All Eyes on Me» из последнего хита «Scream and Shout». Вполне вероятно, что вся интрига в преддверии нового альбома, ведь не так давно Бритни записала саундтрек к одному из мультфильмов. Я обожаю эту песню, она очень в стиле поп, она нравится детям, и в ней есть дух юношества и детства. Ну а клип на новую песню «О Ла Ла» вы можете увидеть в эфире канала «Бридж ТВ». Собираются вернуться после более долгого перерыва и американцы «Крейзи Таун». Рэп-метал герои запомнились прежде всего сладенькой песней про «Кам Май Леди», и всегда этому возмущались, ведь парни любили отвесить и чего потяжелее. Впервые после распада десятилетней давности «Крейзи Таун» выложили трейлер, в котором Шифти и Брэд Эпик расхаживают по Лос-Анджелесу под весьма брутальный аккомпанемент. Мы возвращаемся к своим корням. Мы также вдвоем писали наш первый альбом, и новая пластинка будет не менее мрачная. И у нас есть все шансы полноценно лицезреть камбэк от «Крейзи Таун» уже к концу осени. Ну а дуэт двух гуру танцевальной музыки и просто харизматичных роботов из Daft Punk готовится снова атаковать эфиры. Предыдущее нашествие состоялось этой весной с песней «Get Lucky». В программе «Ньюз Тайм» на канале Руссонг ТВ мы рассказывали о том, как выразили свой восторг столичные адепты творчества роботов. Сегодня фанаты группы Daft Punk нарушили рутину обычного спокойного дня и устроили настоящую дискотеку прямо на одной из центральных площадей Москвы. Еще один выстрел пророчат новому треку «Lose Yourself in Dance». Терять себя в танце Daft Punk рекомендует снова в компании Фаррелла Уильямса и в похожем на «Get Lucky» звучании. Так что всем срочно на танцпол! Ну а главный модник английского хип-хопа Tiny Tempo отснял видео на новый трек «Trampoline» с грядущего второго альбома. В прошлом году один из журналов признал рэпера самым модным мужчиной, так что Тайни и в новом клипе держит марку. Стильную картинку дополняют и множество моделей вокруг рэпера. Кастинг, кстати, Тайни Tempo проводил лично и похоже на то, что вложенные усилия уже начинают оправдывать себя. Исполнение этой песни живьем, подобно американским горкам. Люди на моих концертах ее уже оценили. А скоро и новый альбом заценим, который должен прокачать покруче любого аттракциона. Но фанаты группы One Direction ликуют от восторга, ведь на большие экраны выходит целый фильм об их кумирах. Учитывая любовь зрителей канала Bridge TV к британской пятерке, мы не смогли пройти мимо московской премьеры. В этом году популярность и рекорды бойсбенда One Direction доросли до таких масштабов, что впору выпускать на большие экраны целый фильм об английской сенсации. Чтобы снять его, камеры преследовали парней во время тура. На самом деле это было странно, жить когда повсюду камеры. Но с другой стороны, разница была в том, что они не были чересчурнозойливыми. Так что думаю, что мы не очень-то и играли, пока снимались. Картина не обошла стороной и Россию, где у группы немалый фан-клуб. Сегодня в Москве состоялся премьерный показ фильма One Direction – это мы. Попасть на него смогли только самые отъявленные фэны, которые смогли доказать, что именно они достойны быть на премьере. А доказывали, кто чем может. Один из самых популярных вариантов – вспеть любимую песню One Direction на камеру. В общем, британская пятерка попала прямо в сердца и умы наших юных леди. Пути, кстати, были похожи. Подруга рассказала, песни кидала. Подруга подсадила. В школе она мне начала весь мозг выносить. Я увидела клип One Direction впервые на канале Бритч Твит. Купила альбом, купила маечку, купила 20 флакатов. Так что девушки во всеоружии. А ради сувениров с One Direction не проблема и слетать куда-нибудь. Скилсы купила. На каждом углу продаются везде. Ездили в Англию, естественно. Чуть не купили майку с ними. Ну, вернее, маску с ними. Счастью ради фильма никуда лететь не пришлось. Все пятеро участников One Direction сами прилетели к девчонкам, пусть и в своей кинопроекции. В фильме все фэны отправятся в тур вместе с кумирами. Закулисная жизнь, впрочем, не так уж и безоблачна. И полна переживаний. В общем, два часа наедине со своими кумирами в фильме это, конечно, куда удобнее и дешевле, чем лететь в Англию. Ну, а исторические предшественники One Direction группы Backstreet Boys вернулись с новым альбомом и отправились в большой тур. Кто-то скажет, что парни сейчас уже не те. И будет абсолютно прав, потому что группа Backstreet Boys серьезно повзрослела. С момента триумфа Backstreet Boys в 90-х прошло немало времени. Группа стала куда солиднее как внешне, так и музыкально. Премьера нового клипа In a World Like This эксклюзивно состоялась на канале Bridge TV. Сложно поверить, но в этом году Backstreet Boys исполнилось 20 лет. В качестве подарка — открытие именной звезды на голливудской аллее славы. Кевин Ричардсон чуть было даже не спопнул. Какой прекрасный день! Какой прекрасный способ отпраздновать наше 20-летие! И весьма неплохая идея — выпустить новый альбом, полный более взрослых песен. Backstreet Boys удалось самое главное, изменив свой образ, не растерять при этом фэнов. Ну а Селин Дион целых 6 лет томила свою англоязычную публику молчанием, которая прервется в октябре этого года. С клипом канадская поп-дива пока не торопится, зато новую песню уже выложила в интернет и даже исполняет на концертах. Так что, как минимум, одна отличная баллада от Селин Дион точно будет. И в этом жанре певица знает тот. Джей-Зи представил дуэт Holy Grail вместе с Джассиным Тимберлейком. Главная особенность работы — присутствие в ней цитаты из классической песни Нирвана «Smells Like Teen Spirit». Чтобы официально иметь право использовать песню Нирвана, Джей-Зи должен был договориться со вдовой Кобейна, скандальной рокершей Кортни Лав. «Изначально Джей-Зи все сделал без моего согласия», — заявила Кортни. «А потом мы договорились». Ну а хорошая дипломатичность, как известно, еще ни одному рэперу не навредила. И на сегодня это все музыкальные новости. Самые свежие видеоклипы вы всегда можете увидеть в эфире канала Bridge TV, а последние новости — в программе News Time. С вами был Андрей Галтеев. Пока!